так ребята дождь идет моросит все видите капает с крыши с балконов стучит по подоконникам звук осени наступил ведь деревья конечно не все желтые но большую часть они конечно зеленый есть вот так вот посмотреть по процентной по процентному соотношению конечно больше всего зеленых листьев дождь идет эти около машины в луже прямо видно как морозь капается хочется погулять по золотым паркам но не знаю даст нам еще осень 2024 года погулять по сухим паркам пошуршать ногами листья как бы это хотелось гуляли мы с вами но не так конечно это еще было хотелось прямо золотой осени будем надеяться что и так теплая осень 2024 года которая подарила нам золотую золотой сентябрь половина сентября и вообще продлила наше лето по крайней мере в центральном регионе на полтора месяца даст нам еще побыть перед новым годом перед затяжной зимой побыть в тепле порадовать и походить по паркам ну такую погоду ты еще понимаешь что что ты сидишь на пп на правильном питании серое небо за бортом твоей квартиры жухлые листья которые падают куда-то вниз под деревья дворники сметающие в кучу эти золотые монеты деревьев они конечно немножко опечаливают но каждый сантиметр уходящий с твоего тела каждый грамм каждый 100 грамм каждый килограмм должны радовать тебя но как хочется в такую погоду чего-то теплого чего-то уютного борща с салом ржаного хлеба какой ангелочек у меня ему этому ангелочку так много лет мне еще моя подруга людо дарила уже ему лет 12 наверное вот как хочется чтобы было что-то вкусное теплое которое согреет тебя твои души и сердце ну и конечно же разум что же еда должна быть разнообразна должна быть разнообразна и вот в этот прекрасный вечер либо день когда вы меня смотрите у нас за окном что день что вечер как мама говорит уже темно как ночью на улице я решил приготовить пиццу самую натуральную надеюсь вкусную пиццу айда готовить пойдемте ее приготовим и потом как обычно с павликом вместе попробуем и как обычно перед сам началом влога я прошу не обращать внимание на мою мусорку я уже кручу верчу обмануть хочу не знаю куда вас поставить чтобы эту мусорку не было видно короче ребята как обычно перед началом влога не забывайте подписаться на яндекс дзен пожалуйста переходите все туда те кто уже на яндекс дзене мы вас благодарим просто нечеловечески спасибо что вы нас поддерживаете пишите комментарии самое главное не забывайте ставить лайки но если кому-то пока удобно смотреть нас на яндекс дзене точнее сказать на ютубе то оставайтесь на ютубе и не переходите но единственное что видео вы будете смотреть крайне редко вот поэтому сейчас налаживаем связь с родителями переходим переводим перебрасываем их в общем на яндекс дзен и как только у нас это получится мы сразу же прекратим полноценно выкладывать видео поэтому кто хочет с нами чаще встречаться ждем вас на платформе яндекс дзена на телеграм-канале в рутубе везде видео и наш канал называется одинаково ваши лучшие друзья немножко что-то я волнуюсь тороплюсь потому что время у нас уже много а мне нужно быстро все сделать ребята давайте мы посмотрим пиццу будем с вами делать очень вкусную что нам для этого нужно вот такое безобразие мне сегодня на столе естественно нам нужен будет противень нам понадобится с вами либо пергаментная бумага но я попробую сделать попробую сделать вот на таком своим стариком силиконовом коврике вот буду надеяться что ничего не прилипнет ничего не пригорит вот так вот тут потом чуть маслом смажу пока убираю сторону ну что нам понадобится мясо конечно то что с чем готовит нам понадобится как называется черные маслины сырок нам понадобится нам понадобится перчик что тут можно еще положить лучок помидорка баклажан кабачок или что это как называется вместо томатной пасты сделаем кетчуп немножко без он нас без сахара нам понадобится йогурт греческий натуральный и вот у меня есть уже баночка моих огурцов по маминому рецепту общего такие у нас ингредиенты так ну что готовим самое главное вы спросите а где же тесто ребята тесто мы будем делать совершенно уникальное опять же если вдруг кто-то готовил такой рецепт пишите в комментариях понравилось вам это не понравилось я буду это делать первый раз у меня есть вот такой агрегат отговаривали его покупать все-таки я его купил вот вот такой агрегат смотрите он называется блендер измельчитель не погружной а именно простой сейчас я вас вот так вот еще раз наклоню покажу вам чтобы вы видели вот такой этому пока убираем сторону нам с вами мясо куриное и нам понадобится с вами нож мясо и нож где нож не могу понять только что глупо какой ладно неважно берем и вот так вот немножко нарезаем нарезаем мясо так вот перекладываем это в чашу блендера берем второй кусок мяса у меня уже все помытое без косточек уже все проверил без лишней болтовни просто делаю очень быстро постараюсь по крайней мере в этот раз без всяких предисторий просто вот так теперь кабачок тоже сюда кидаем вот так я правда не знаю сколько чего нужно примерно буду делать на глаз это больше не будет чтобы через мир нажитка и будем сейчас это с вами пробивать закрываем крышкой пробиваем пробивать большую часть мы пробили теперь мы добавляем сюда яйцо немножко паприки буду так снимать меня уже увидели сто раз так много паприки и добавляем сюда соль по вкусу еще раз пробиваем немножко оливочи развозюкиваем выкладываю нашу смесь на противень естественно разравниваем делаем либо круг либо прямоугольник какой вы любите пиццу эти как она хорошо разравнивается стараемся это сделать одинаковым слоем по всей площади и ставим в разогретую духовку при 250 градусов минут на 10-15 а пока мы с вами ребята будем резать нашу начинку вкуснейшую вкуснейшую в эту прекраснейшую хмурую погоду мы будем есть с вами пиццу а так чтобы вас было закружился немножечко в основную покрутить немножечко ощущение как будто я пьяный берем наш с вами томат и режем его на мелкие кубики либо колечки как вам нравится готово следующим делом пойдет самое вкусное как мне кажется это лук много его не любят но я его положу специально специально красный лучок очень сладкий режем готово я его полукольцами посмотрите как красиво получилось а красота какая и кстати от него почему-то не слезятся глаза узнает почему отвечаете почему от белого лука плачешь от красного нет конечно же перчик нужно тоже порезать средней соломкой готова огуречек огурец ну такой ты молодец режем его тоже готово давно вы меня такого ужаленного не видели а может быть из новых подписчиков вообще не видел но теперь будете видеть ужаленного олега теперь пришли продукты в гости к нам пришли на ножках которые очень калорийные поэтому с ними нужно быть очень аккуратно берем немного вот у меня осталось еще с банки чуть-чуть для вкусноты для запаха для цвета для краски как хотите понимаете и режем их тоже hop она готова этих безобразников высококалорийных я положу даже в отдельные блюда потому что они себя очень плохо вид тут потому что они очень вкусные очень калорийные понятно вам последний ингредиент который тоже достаточно калорийный это конечно сыр моцарелла но я выбирал самый самый низкокалорийный сыр который мог быть только в магазине как она правильно читается голбани или как в общем не всего лишь 230 килокалорий по отношению так по отношению конечно же с другими сырами рука трясется блин где тут белок уже просто пачка разрезано вот 230 одна килокалория 230 считайте остальные за 270 за 280 поэтому выбрал именно вот это это не реклама если вдруг кому-то нужно пользуйтесь натрем половину здесь 125 грамм сделаем половинку одну оставим на завтра куда-нибудь а эту будем натирать на крупной тёрке ребята я вам признаюсь я натер весь сыр потому что в натертом виде он вообще малюсенький мне пицца большая просто нужно внести всю пиццу оставить ее на завтра на завтрак например вот такие у меня получились начинки а а мясо а мясо-то где мясо помните девочку из интернета давай мясо давай мясо мясо у меня есть тоже низкокалорийная я покупал я вам показывал вот индейка нарежу ее пожалуй кубиком готова ну вот теперь красота все ингредиенты ну что ребята что в этом стороне стоите готовим соус пару ложек греческого йогурта двухпроцентного немного кетчупа 86 килокалорий в 100 граммах поэтому мы сейчас положим грамм 50 достаем наш как он называется горячо основу нашу естественно нужно намазать сюда кетчупа это все размазать красиво просто глаз не отвести ну что наполняем нашу пиццу вот эти кстати ингредиенты раз два три 4 5 6 7 можно было вообще в одной чаше все это перемешать без помидор раз два три 4 5 и просто разбросать кладем мяско кладем огурчик кладем сюда сверху лучок так чтобы он сок тоже дал стараемся по всей по всей поверхности кладем перчик теперь берем наверно что помидорку помидорку выкладываем по периметру как мы обычно это делаем так вот чтоб все было красиво так и конечно же сюда еще кладем оливки или маслины говорят что они всегда зеленого цвета то знают производства маслин оливок говорят что это не зеленые и всегда зеленые их потом где-то на заводах окрашивают и что это типа ерунда что нам маркетологи говорят что они потом чернеют типа оливки это оливки маслины это маслины оказывается что все это одинаково кто знает пишите в комментариях все надеюсь что где-то ровно пишите себе где не хватает в каком углу либо по где не хватает пишите ну что и остался у нас с вами сыр сыр нужно будет его тоже как-то постараться равномерно ведь он как у того эти хочется что побольше ведь сыр же он из-за того что он не нравится либо что из с ним вкусно самое главное конечно это как мне кажется сыром скрепляет все вот эти слои и не дает развалиться надо было может быть взять какой-нибудь сыр твердый и он бы был бы по пушистей и тогда бы он ну как-то бы полностью что ли покрыл ну ладно есть будет как будет все равно должно быть вкусно мне кажется так ставим это в духовку убираем не знаю много либо мало короче во всей пиццы получилось примерно 792 килокалорий в это огромнейший пиццы если мы все сидим на двоих вот прямо сегодня раз все ели это 396 килокалорий 396 но я думаю что мы все не сидим это однозначно потому что у нас же еще там и осталась еда который нужно доедать это будет либо на завтра либо по кусочку мы сегодня сидим попробуем по крайней мере и однозначно скажем вам вкусно это либо не вот такая пицца получилось единственный минус сразу вижу и говорю потому что мы с вами всегда говорим правду виде вода есть вода сейчас не надо ее как-то чтоб она не размокла промокнуть салфетками берете там без стеснения и вот вымакиваете лишнюю влагу из любого блюда из салата можете так делать из чего угодно если вдруг у вас что-то где-то потекло едем запавший какая красота не правда ли я так попробую что все не будет мне кажется знаешь что в камере сломалась стабилизатор то прям дергается так ну ладно сейчас я просто сейчас тебя снимать чтобы не переснимать чтобы люди поняли что в кадре как будто у меня это руки трясутся ночью необычно специфично да вкусно с этим как будто пицца ждешь какой-то тесто 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 да просто тесто можно было сделать из этого из торга это как мясо то есть наоборот ну ладно ну так вкусно но просто чтобы понимать прям при вас прямо трясется завтра если паша ты дома то я тебе во второй половине дня дам этот телефон что месяц собираешь уже мне просто само было интересный факт как типа это само тесто ощущается но это точно не тесто точно не пицца который мы привыкли но это неплохо хочется знаете как сделать блин как-то бы сейчас вот так откусить любом случае понятно что это не мука или это не тесто что-то кусок мяса на котором лежит все овощи ну может имеет право быть для тех кто исходеет готовьте вкусно из пятерки 4 поставил а ты до свидания ты не поздоровался еще сегодня или поздоровался